Продя всю войну с 1942 года и до Берлина, Иван Воронов стал монахом. Уже на посту настоятия одного из последних незакрытых русских монастырей он дал бой многократно превосходящему противнику, дал бой и победил. Я предположила, что человек с сильным духом – это духовный человек. Иван Михайлович Воронов, будущий архимандрит и иконописец, родился в 1914 году. В бедной крестьянской семье в деревне Торчиха, Московской губернии. По окончании девятилетки два года жил в деревне, ухаживая за больной матерью. В 1932 году начал работать на Миндрострое, учился в вечерней студии при Московском Союзе художников. А в 1936 году устроился работать, поступил в изостудию, которая в те годы приравнилась в Академию художеств. Вернувшись из армии в 1938 году, Иван Воронов устроился работать на секретный военный завод. Здесь он и встретил Великую Отечественную войну. Однажды, беспокоясь за живую больную матерью, Воронов на несколько дней уехал в родную деревню. А когда вернулся в столицу, то застал завода вставленным. Начальство все-таки убежало. Но на местах остались рабочие, с которыми Воронов решил особновить производство конкурсов. На фронт Ивана Воронову призвали 21 февраля 1942 года. На войну он ходил не только с автоматом, но и с утильником с красками. Продвигаясь с ними фронта, он успевал местным жителям реставлировать иконы и кормил целое подразделение теми продуктами, которые ему давали местным жителям за реставрацию икон. На фронте Иван Воронов создал несколько альбомов, боевых эпизодов. Фронтовые работы мастера уже в 1943 году экспонировались в нескольких музеях СССР. Иван Воронов прошел путь от Москвы до Берлина в составе 4-й танковой армии. Он принимал участие во многих боевых операциях на Центральном, Прянском, Западном и Первом Украинском фронтале. Бог ранил будущего арта Мадрита. Он не получил ни одного ранения или контузии. За участие в боях воронов художных солдат получил 76 боевых наград и поощрений. Война оставила неизгладимый след в душе Ивана Воронова. Война была настолько страшной, что я даст слово Богу, если выживу это страшно битве, то обязательно уйду в монастырь. С войны Иван Михайлович вернулся знаменитым художником. Как он сам вспоминает, осенью 1945 года, возвращаясь с фронта, я привез около тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов. И сразу же организовал в Доме Союза в Москве индивидуальные выставки своих фронтовых работ. Каждый год я устраивал одну или две индивидуальных и групповых выставки, что показывало ему рост как художника. Но карьера светского живописца не привлекала его. В 1938 году, работая на пленере в Троице Сербии в Лавре под Москвой, его родная мать... Ой, извините. Он был поколел красотой и своеобразием этого места, сначала как художник, и решил посвятить себя в служении Лавре навсегда. На поступление в Троице Сербии в Лавру его родная мать благословила иконой Божьей Матери. Монашеское имя Арики Беспечали. Имя преподобного Арики, знаменитого иконописца Кива Печерского. У него не было отдельной кельи. Но местник Лавры показал ему место в коридоре с условием, если отец Арики утро за одну ночь сделает келью в этом коридоре, то келья будет его. И за одну ночь он сделал перегородки. А двороженую келью внутри обил бочинкой, оштукатурил, побелил, устроил пол, покрасил его. А утром наместник Лавры был чрезвычайно удивлен, когда пришел к отцу Олимпию и увидел его, сидящий за столом с горячим самоваром. Вскоре он был удостоен священского сана, а в 1959 году назначен наместником Псково-Печерского монастыря. На его плече была тяжеледшая задача не только восстановить святыни и древности знаменитого Псково-Печерского обители, но другая задача была еще сложнее – спасти монастырь от закрытия его властями. У него было только одно оружие, но самое сильное оружие – слово. Смелость его слов поражает даже из нашего либерального времени. Как же поражающе это смелое и твердое слово звучало тогда. Существует много примеров, показывающих, как отец Олимпий отражал нападение властей. Часть истории рассказана монастами, часть стала достоянием народной молвы и поведанной Печерянкой. За многие годы отцу Олимпия была собрана замечательная коллекция произведений русской и западной европейской живописи. Сейчас шедевры этой коллекции украшают русский музей, Псковский музей-заповедник, краеведческий музей в городе Печоры. Все оставить людям в таком завете настоящего собирателя и ценителя старины. Олимпий Ворн – человек сильный духом, а это значит духовный человек, который дал бой власти и победил. Моя любовь и запотвердилась. Спасибо за внимание.